Убийца Мэтт Пиро У меня есть вторая модель, называется она Вэйв Она такая вся ромбическая и так далее, да? Но есть пару не очень приятных новостей Я вам так скажу о том, что Вэйв я где-то удачно проебал у себя на балконе, на складу И среди тысячи других колянов я его не смог найти И коробку тоже от Аватара найти тоже не могу И соответственно мундштук и шланг тоже найти не могу Это где-то потеряно дома Это обычная классика, у меня дома и похуже вещи пропадают Так вот, давайте собственно обращать внимание первым делом на внешний вид На то, как это все выполнено А потом уже, когда прогреется наша чашечка Дарк Вейдера Кстати, ее делают ребята из Питера Довольно-таки прикольные Мы уже начнем говорить о курительных характеристиках данного кальяна Так вот Как бы я сильно его не старался разобрать, раскрутить Но у меня это не вышло, хотя я знаю, что это можно сделать А может и нельзя Поэтому я буду сейчас считать, что кальян неразборный И слава богу Да Идем дальше Блюдце, оно очень удобное И это блюдце не у блюдца Очень удобно садиться один в один Не дребезжит, не шатается Коннектор не очень удобный Потому что родной коннектор, который шел в комплекте Он меня дико подзаебывал Поэтому И слава богу, что я проебал шланг Как бы сюда сейчас придется вмастеривать другой Так вот Идем дальше Что касается, собственно, клапана До этого я слышал, когда White Smoke не попал еще в руки Что типа у White Smoke какой-то мега нереальный клапан И супер-супер продув Я думаю, в плане, блядь, клапан может быть мега-мега супер Ну, блядь, там какие-то ступеньки и все остальное Типа нанотехнологии По итогу просто колпак, ну, колпачок Шарик И дырочки, собственно, в колпачке Вот и вся история клапана Снизу у нас две дырки Что очень круто Я люблю, когда кальяны делают с двумя дырками Хе-хе-хе Это очень круто А также все из нержи Ничего никуда не пропадет, не сгниет Нет диффузора И охуенный диаметр шахты Просто, блядь, курица Вау Многие называют этот кальян убийцей Мэтт Пира, блядь Да, вот эта фраза Убийца Мэтт Пир Кликбейты вот эти Ну, нахуя Я бы назвал его российским старбазом Все давно знают, как зарекомендовал себя старбаз в работе в России И вот его можно называть старбазом Но никак не убийцей Мэтт Пиром И вообще, я думаю, нет такого понятия, как убийца какого-либо другого кальяна Все очень хорошо Пока, месь Но Этот кальян у меня проработал в кальянной Мятта Лаунж на Пушкинской Почти недели три Что с ним произошло за три недели? В принципе, ничего Кроме того, что в некоторых местах есть сколы на краске Особенно на углах И проблема в блюдце Вот здесь, то есть на гранях, где блюдце соприкасается с шахтой Появились очень мощные сколы И чуть-чуть еще И блюдце у меня вот так вот все облезет Поэтому лучше блюдце не красить И за счет этого В том, что есть такие соединения Сама шахта вот здесь, где все это соединяется с блюдцем Он тоже начинает потихоньку облазить И это меня расстраивает Так вот А что еще охота про него сказать? Блядь, ну мне он нравится Это хороший кальян за свои деньги Да, может быть чуть-чуть дорого Потому что сейчас рынок начинает демпинговать Каждый пытается выпустить бюджетную модель Чтобы разрушить весь рынок Потому что в своей модели он не уверен Потому что уверенный производитель Он не будет свою цену демпинговать За нержу до 4 тысяч Блядь, что за глупости Это называется демпинг рынка Это не специально Люди гонятся за именно дешевизной Потому что по-другому Ихний ебаный кальян никто покупать не будет Только из-за цены Потому что рано или поздно этот кальян Который из нержи за 4 тысячи рублей Пойдет по пизде Я знаю, вы сейчас мне скажете, что я не прав Есть дохуя хороших кальянов за 4 тысячи рублей Но, блядь Хорошее, значит дорогое Понимаете? Когда ты покупаешь дорогой кальян Ты как-то к нему относишься по-другому Но когда ты покупаешь нержу за 4 тысячи рублей Тебе как-то похуй Ты знаешь, что ты завтра пойдешь и купишь себе новый А мне вот это сильно не нравится Вот этот демпинг, цены и все остальное Так, давайте, собственно, мы его сейчас насадим Мы его насадили Также, да, что мне еще не нравится в этом кальяне В том, что вот эта штучка, блядь, очень высока Ну, нельзя же ее как-то ниже сделать Я просто не знаю Было бы очень круто Потому что ставишь сюда большую чашку Колпак как-то уже не очень налазит А, Дарт Вейдер, прости Я тебя аккуратно насажу сейчас Дарт Вейдер одна дырка только Так Вот так вот он, собственно, смотрится в сборе Ну, блядь, мне нравится Довольно-таки интересно, необычно Но вот то, что вот эти косяки с краской И этот кальян не понравится людям, которые любят легкую тягу Потому что здесь нет ни диффузора, который вы так любите А нет 15 миллиметров в шахте, да Которую вы так же любите тереться об краюшек Тоже нет Здесь классика По факту Тяга, как у Халил Мамуна, только чуть-чуть почище А, это нержа Краска быстро облезет, блядь Я вот уверен, если его юзать так, как мы юзаем кальяны в мяке, да То краска очень быстро у нас облезает с кальянов Потому что мы их там реально ебем Ну все, собственно, давайте я сейчас прогуляюсь за шлангом Вернусь, и мы уже поговорим о его курительных характеристиках Так, появился у нас уже шланг, да И давайте, собственно, его раскуривать А, кстати, так как я шланг, мундштук, все это проебал Я могу сразу сказать, что в комплекте у него идет пиздатый софт-тач И пиздаток два мундштука Один сделан из нержи, такой тяжелый, охуенный А второй такой из алюминия, легенький, приятный Ну как бы всем угодили Кто любит тяжелые мундштуки, а кто любит легкие Мне вот, допустим, больше нравятся увесистые Такие, которые ты чувствуешь в руке Давайте посмотрим, что нам даст сейчас white smoke Ну, в принципе, я-то знаю, но я пытаюсь создать эту ситуацию Как будто я его курю в первый раз Потому что я на нем проработал уже, блядь, недели две точно Курица, он классно продувается Ну, две дырки есть Значит, продуваться будет тоже нихуё Все очень грамотно, гармонично И очень нравится И как бы для любителей такой средней тяги Либо тяжелой тяги Это будет в самый раз Как я и говорил Но ни в коем случае не для тех, кто любит очень легкие Так что, вот так вот По минусам, в принципе, минусов таких Кроме краски и порта, которые мне дико не нравятся Я ничего не заметил А вот плюсов в нем достаточно хорошо Покупать вам его или нет, решать вам Но поучаствовать в конкурсе ты обязан Поэтому мы сейчас, собственно, и начнем этот конкурс Я не знаю, сколько будет мест Но мест здесь будет больше, чем шесть Больше, чем шесть мест Да Это точно Поэтому я даже все призы от компании White Smoke Записал на листочки, чтобы ничего не забыть Так вот Давайте начнем О призах Есть такие призы Аватар Это вот этот кальян Потом Вейв Это темно-зеленый Такой ромбовидный Тоже пиздатый Четыре колбы Разным людям по колбе Шесть шлангов с ихним пиздатым софтачем Это круто Четыре нержавеющих мундштука Это про которые я говорил Такие увесистые И шесть алюминиевых мундштуков Которые полегче Собственно, здесь уже мест больше десяти И, возможно, дальше больше пятнадцати будет Поэтому здесь коэффициент выигрыша очень огромный Теперь давайте поговорим о условиях участия Что нужно? Первое Запоминай вот сюда Подписаться на мой канал На канал Давы Дыма Второе Поставить лайк этому видео Третье Написать комментарий любой И указать в нем свой ID ВКонтакте Четвертое Вступить в группу White Smoke И пятое Поделиться этим видео у себя в социальной сети Сейчас ты видишь, как это делается С хэштегом White Smoke и Дава Дым Если одно из этих условий не будет выполнено То я приз вам не отправлю Поэтому выполняйте Это очень простые условия И да будет с вами удача Всем спасибо Это Дава Дым и это Кальян White Smoke Думаю, рассказал все, что я о нем думаю Пока Субтитры сделал DimaTorzok